Всем привет! Вы смотрите студенческие новости ВИАДГУ. В студии Екатерина Савельева. Все самые интересные новости нашего университета вы узнаете прямо сейчас. Проводить зиму и полакомиться блинами смогли студенты ВИАДского государственного. В последний Масленичный день в Студгородке все желающие смогли вдоволь насладиться народными забавами и сжечь чучело Масленицы. Боль, падение, раскаленное железо и все это... Масленицы в ВИАДском государственном. Веселые масленичные гуляния прошли на территории Студгородка. На празднике, организованном правкомом ВИАДГУ, все желающие могли полакомиться блинчиками с горячим чаем. Особенно радовались блинчикам жители Студгородка, ведь до этого масленичное угощение им приходилось готовить самим. Всю неделю я пекала блины, приходила в гости к друзьям с блинами, выпили чай с вареньем. Для некоторых студентов масленичная неделя была не только вкусной, но и полезной. Юлия Родвикова, например, научилась самостоятельно готовить блинчики. Блины меня научили готовить в общаге. Мы приготовили целую гору блинов с начинкой, с разной. Это было очень здорово. Для меня это был большой опыт, потому что до этого я блины никогда не готовила. Теперь я умею готовить блины. Я надеюсь, в дальнейшем у меня это тоже будет очень хорошо получаться. Горячие золотистые блинчики – это главное угощение масленицы. Но сегодня за них придется побороться. К счастью, никто не пострадал. И даже сюрпризы погоды не испортили праздника, а лишь добавили всем весеннего настроения. Под ногами чувствуется наступление весны, ну и на душе, конечно, приятно очень. Уже чувствуется душой и телом, что пришла весна. Хочется, конечно, каких-то новых впечатлений, эмоций от этого сезона нового. Эффектным завершением праздника стало традиционное сжигание чучела зимы. Именно оно символизирует прощание с зимними холодами и встречу долгожданной весны. Провожали зиму Татьяна Плотникова, Денис Стрелков, Артем Кузьминых. Студенческие новости. Снять свой ролик и попасть на Оскар – осуществимая мечта. Наши студенты с телестудии провели смену с детьми из детских домов и интернатов. Кто же получил главный приз? Смотрите в следующем сюжете. Нам предложили поработать в детском лагере, организовать смену для детей из детских домов и интернатов Кировской области. Так как мы давно занимаемся на студии ВИАТГУ, долго думая, мы решили смену сделать с тематикой телевидения. Отличалась эта смена тем, что мы там снимали ролики. Когда я сказала это детям, они сначала были не в восторге, потому что мы нигде с этим не сталкивались. Ну а потом нам всем очень понравился сам процесс. Затем просмотр роликов. Это было просто замечательно. Детям так понравилось. Ну и мне, конечно. За неделю лагерной смены из девяти детских домов почти все сняли свои собственные ролики, мультфильм. А в последний день смены мы провели Оскар. Чтобы никого не обидеть, мы специально придумали побольше номинаций. И даже больше, чем в настоящем Оскаре. Но главными все равно оставались номинации лучший мультфильм и лучшие видеоролики. Ребята должны были сами придумать идеи для своих роликов. Уже сценарии с каждой командой мы отдельно обсуждали и как-то проговаривали. Сценарий у Кировского детского дома не пришлось как-то дополнять. Практически вот то, что они предложили, мы это и все сделали. В итоге они выиграли в номинации лучший видеоролик. Идея пришла из кинофильма «Паранормальные явления». Мы решили с детьми снять что-то подобие, но очень смешное и не страшное. Когда мы уже вернулись в детский дом и показали этот видеоролик, то всем офигенно понравилось. И каждый из них приходит уже по несколько раз и пересматривает. Типа вау, вау, как клево. Ролики получились очень разнообразные. Начиная от социальной тематики, заканчивая обычными видеоклипами. Это будет нереально круто, но только покуда идут две минуты. Минута 49, минута 48, времени мало дела придется бросить. Конечно, не все удалось, как планировалось. Может быть, где-то не хватило сил или времени. Но мне кажется, эту смену мы провели очень продуктивно. Лично для меня это был первый опыт работы в лагере. И мне было очень интересно наблюдать, как дети за очень короткий промежуток времени смогли что-то придумать свое и воплотить это в жизнь. Вот такие чудеса случаются в лагере с ним. Московские гости из Роснана встретились с химиками и биологами нашего университета. Причиной появления столь важных гостей стало получение гранта на развитие инноваций. Почему многие люди выбирают свободу? Вот я тоже вопрос создавал, долгое время не мог понять. Потом я себя ответил. Да потому что это путь на меньшем сопротивлении. Как остаться внутренне свободным на своем будущем поле деятельности? И стоит ли это делать? Как выбрать между бизнесом и наукой? На эти и многие другие вопросы ответил первый заместитель генерального директора компании «Нанолек» Дмитрий Кулиш. Гость из Москвы провел лекцию для студентов-биотехнологов ВИАДГУ, которым не все равно, как сложится их дальнейшая жизнь. А стоит ли идти в биотехнологию? Она активно развивается. То есть я думаю, что это одна из самых вообще перспективных отраслей промышленности, потому что на текущий момент именно от биотехнологии зависит и здоровье человека, и питание человека, и еще очень много различных факторов. Дмитрий Кулиш не только провел лекцию для студентов, но и оценил качество работы лабораторий. Ваши лаборатории могут выполнять на высоком уровне биохимическую клеточную работу, и буду рассматривать обращения в ваш университет для выполнения проектов компании «Нанолек». Я уже вижу, что студенты, которых вы здесь готовите, смогут найти интересную работу у нас в компании. Сейчас профессиональная подготовка студентов – один из важнейших вопросов, к которому наш ВУЗ оказывает самое большое внимание. Студенты ВИАДГУ получили универсальный совет на будущее. Чтобы достичь чего-то в жизни, надо заниматься любимым делом, и надо, чтобы то дело, которое ты любишь, оно тебя мотивировало, чтобы оно было твоей мечтой, чтобы оно тебя уводило куда-то в гад. Любимым делом занимались Анастасия Ермолина и Артем Кузьминых для студенческих новостей. Придумать свой вариант куклы будущего предложила фабрика «Весна» всем студентам кировских вузов и техникумов. О том, сколько призовых мест заняли студенты нашего университета, смотрите далее. Какой быть куклей будущего? Ответ на этот вопрос нашли студенты кировских высших и средних учебных заведений. 29 марта в зале Музея фабрики игрушек «Весна» были подведены итоги конкурса «Игрушка будущего», который проводился с января по март. Принять участие могли все желающие студенты. Для нас важна была именно фантазия, какие-то такие неординарные мысли сегодняшнего художника, потому что статичная кукла, которая сегодня есть, она уже есть. И для нас было важно этот полет мыслей. Одним из главных критериев оценки работ было создание принципиально нового образа, того, который будет востребован через 10 лет. Жюри отметило, что участники не вышли за рамки сегодняшнего дня. Прорывного ничего такого нет, но некие вещи технически интересны. Среди участников конкурса были студенты Вятского госуниверситета, Слюдова Анна и Петрова Валерия. Девушки поделились своими впечатлениями от проделанной работы. На кафедре я увидела объявление об этом конкурсе, и самой захотелось участвовать, узнать свои возможности в творческом плане, как-то сами развиваться. После торжественной части участникам конкурса была показана экскурсия в производственный цех фабрики. Своими глазами можно было увидеть весь процесс. Как пройдя путь по конвейеру, обычный кусок пластмассы превращается в куклу. Проведение подобных мероприятий помогает найти уникальные творческие личности. У нас есть уже такой опыт, когда дипломные работы студентов у нас воплощались просто в жизнь в производстве. И эта девушка работает у нас теперь. Ксения Смирнова, Роберт Шаги Ахметов. Для студенческих новостей. Почувствовать себя ботаником можно не только на учебе, но и на дне рождения. На восьмилетие перехода у студентов в ФИАТГУ была такая возможность. Сегодня вечеринка в переходе посвящена празднованию Международного дня настройщика пианино и фортепиано. И вы поверили? Ну конечно же нет. Сегодня у перехода особенный повод. Восьмой день рождения. И в качестве подарка была организована ботан-пати. Чтобы попасть на день рождения к переходу, необходимо было всерьез заняться своим образом. Стиль настоящего ботаника. Вот что стало трендом праздничного вечера. Сама вечеринка сопровождалась зажигательными танцами и конкурсной программой. Переходу восемь лет. А в восемь лет мы все ходим в школу. Мы еще думаем об оценках. Поэтому мы немножко подданы в восемь лет. В этот день переход пришло поздравить много желающих. Среди них был и ректор нашего университета. Валентин Пугач отметил, что восемь лет – это довольно серьезная дата. И подчеркнул, как значимо это место для студентов. Место для замечательного проведения досуга. И всякий хороший отдел, который происходит у нас в университете. Особенно в Стольградке. Это сердце Стольградке на веще. Его душа. Поэтому это сердце должно дышать в волной ирунью. За годы существования перехода сложились особые традиции и ряд активистов, которые любят здесь проводить свободное время и устраивать различные мероприятия. В переходе очень клево. Здесь весело ребята. С ними прикольно тусить. С ними прикольно организовать какие-то мероприятия. Прикольно приходить сюда на сами вечеринки. Проводить с ними время. Трудно не согласиться с этим. Ведь благодаря переходу кто-то нашел новых друзей, кто-то свою вторую половинку. А для кого-то переход – это место, где можно отдохнуть и с пользой провести время. Атмосфера просто офигенная. Душой отдыхаешь. Специфичный дресс-код, веселые конкурсы и незабываемые впечатления подарил переход своим гостям. Ботанами на один день стали Юлия Родвикова, Денис Стрелков, студенческие новости. Это были все новости на сегодня. Заходите в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на канал в Ютубе. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин